Привет! Сегодня и до октября можно окунуться в прекрасное и божественное одновременно. В музее имени Врубеля открылась выставка гравюр-иллюстрации к божественной комедии Данто. Автор работ Сальвадор Дали. Что примечательно, гравюры, привезенные в Омск, подлинники. 55 месяцев Сальвадор Дали потратил на иллюстрирование божественной комедии Данто. За 4,5 года художник показал миру, как он видит каждый фрагмент божественной комедии. А увидеть многолетний труд одного гения с сегодняшнего дня и до октября будет совсем не трудно. На протяжении всего этого времени гравюр-иллюстрации гостят в Омске. Работа одного из самых противоречивых, но вместе с тем знаменитых художников в Омске. В Омске сегодня был и Кубок чемпионов мира по хоккею. Правда, Кубок привезли всего на несколько часов. С 10 утра и до 4 часов вечера трофей расположился посреди торгового центра «Мега». Самые неравнодушные к спортивной жизни Омска, не обращая внимания на духоту, и самый разгар рабочего дня отправились в «Мегу» не за покупками, а ради памятной фотографии. На Кубок чемпионов мира мячи уже посмотрели и теперь ждут следующие награды за большие достижения. Не только золото, КХЛ. Кубок Гагарина обязательно. Ну и еще какие будут кубки, все чтобы были. Кубок Гагарина ждем. Обязательно в этом году «Ангар» должен выиграть с новым тренером. Так что очень ждем. Ну, Кубок Стэнли все-таки, наверное, не так важен. Кубок Гагарина. Кубок Стэнли. Кубок Гагарина – это обязательно, потому что у нас состав очень хороший, играющий. Я пришла просто за покупками. Хотелось бы по футболу наконец-то дождаться еще один кубок, чтобы и Омск увидел, чтобы была команда. Ну, Кубок Гагарина, наверное. Ну, который они в этом году так вот несправедливо упустили. Прямо вот обидно. Только Гагарина. Гагарина, Гагарина, Гагарина. Ждем, ждем, ждем. Кубок Гагарина обязательно будет нашим, потому что амичи верят в команду. А быть вторым для человека с русской душой равносильно проигрышу. Но, с другой стороны, это и большой шаг навстречу к будущим победам. Ястребов сегодня наградили, увы, не золотыми медалями. На улице жара, а мы в самом центре омской зимы. Сегодня в варенье Омск пойдет настоящий серебряный снег. Фанатские дудки, лозунги и, конечно, аплодисменты. Именно так прошло награждение омских ястребов серебряными медалями чемпионата континентальной хоккейной лиги сезона 2011-2012. И, несмотря на невысокую температуру в варенье Омск, жарко все же было. Поддержать омских ястребов пришли около 5000 амичей, среди которых были и совсем юные фанаты. И теперь, когда слезы об утерянном золоте уже высохли, любовь болельщиков чувствовалась на физическом уровне. В этом сезоне фанаты не выделили лучшего игрока и преподнесли команде «Авангард» один общий кубок фанатских сердец. Помимо омских спортивно-танцевальных коллективов, поздравить омский «Авангард» пожелали и жители Анголы. И хотя свой горячий рэп они исполнили на родном языке, на русском неоднократно звучало «Авангард чемпион». Не обошло награждение и нашу молодежную сборную, принесшую нам в этом сезоне целых три кубка. Помимо серебряных медалей, каждый игрок «Авангарда» получил и индивидуальный кубок. Так, королем защиты был назван Левин, полезным игроком – Попов, а звездой атаки – Червенко. Кубок за самый красивый гол получил Пережогин, он же назван лучшим игроком Кубка Гагарина. Надеемся, что омские ястребы продолжат радовать нас и в следующем сезоне. Вперед, «Авангард»! Вера – лучший стимул. А пока ждем зрелища побед от команды, можно и коньки одеть. Поход на каток с друзьями в пятницу после изнурительных температур скрасит вечер. Мягких вам падений. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!